Гол Орлова и передачи Панарина, шайба Свечникова и два очка Капризова. НХЛ Кумру в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в 14 матчах в субботы. Дмитрий Орлов завил первый гол в сезоне красивым броском, поразив ворота Игоря Шестеркина. Однако это не спасло Вашингтон от поражения в матче с Рейнджерс, выигравшими во второй раз подряд. Атаками нью-йоркцев снова мастерски дирижировал Артемий Панарин, дважды ассистировавший партнером и набравший свое же 18-е очко в сезоне. Не остался без очков и Павел Бучневич. Он сделал две передачи и помог Микки Зибонежаду прервать голевую засуху из 12 матчей. Гол и передачи Андрея Свечникова помогли Каролине крупно переиграть Тампу. 20-летний форвард продолжает идти по графику очко за игру и вести Харри Кейнс на вершину. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели третье поражение за 4 матча, им не смог помочь даже большой кот Андрей Василевский. Кирилл Капризов набрал первые очки со 2 февраля и снова попал в наш обзор. Новичок Миннесоты сделал две передачи в победной игре против Анахайма и преодолел отметку в первые 10 очков НХЛ. Капризов лидирует по результативности среди дебютантов лиги. Евгений Малкин отметился одной передачей в победной встрече Питтсбурга с Айлендерс. Пингвиц достойно поздравили своего капитана Сидни Кросби с тысячным матчем в НХЛ, сказали ему много добрых слов и вместе посмеялись, повторив с ним предматчевый ритуал в одинаковых свитерах. Островитян не смог выручить Семен Варламов, пропустивший три шайбы с 18 бросков. Не самый удачный день получился у Сергея Бобровского, который после трех матчей в запасе вернулся в ворота Флориды, но уступил Детройту. Боб был неплох, однако атака Пантер сегодня выглядела беззуба. Нэшвилл вырвал победу у Коламбуса благодаря двум быстрым голам на первой минуте третьего периода. Хищникам помогла первая в сезоне передача Якова Тренина, а Блю Джекетс не спасла передачи Михаила Григоренко. Александр Романов и Монреаль сыграли впервые за неделю и попали под каток по имени Остон Мэтьюс. Романов набрал четвертый очко в сезоне, а Мэтьюс отметился очередным дублем и в 18 матчах имеет на счету 18 голов. Защитник Калгари Никита Нестеров захочет поскорее забыть матч с Эдмонтоном. Россиянин был на льду при пяти голах Оилерс и своими глазами видел, как неудержимый Коннор Макдэвид оформляет хэт-трик. А Валерий Нечушкин стал единственным россиянином в матче Колорадо и Вегаса на озере Тахо, который из-за погодных условий растянулся на 11 часов. Эвеландж в нем праздновали успех, а Нечушкин остался без очков, но с отличными воспоминаниями. Также в субботу на лед выходили защитник Нью-Джерси Дмитрий Куликов и защитник Сан-Хосе Николай Кныжов, а форвард Сент-Луис Иван Барбашов выбыл как минимум на 6 недель из-за травмы. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на НХЛ Комру. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся! Продолжение следует...